друзья всем привет с вами канал тандэн шторм форс с сейчас мы находимся на выставке клинок погнали мы дошли на одной из компаний с кузин с ножей это волчий век здравствуйте приветствую давайте посмотрим скажите нам ножей у нас довольно много они все разные от самых компактных небольших помощников на каждый день до чего-то большого брутального максимально брутального эксклюзивного соответственно ну чтобы показать нам две крайности наверно сразу вот достали здесь самый компактный из наших ножей сейчас на стенде принципе бывают и еще компактнее это мини-масечка нож с достаточно толстым облуком но относительно таких компактных размеров три с половиной миллиметра и при этом тонким сведением за счет чего он такой небольшой но достаточно надежный городской помощник микарка на рукояти специально не околированная достаточно приятно лежит в руке плюс можно повесить продлить рукоять и с учетом кайдексных ножек это наверное самое удобное для постоянного ношения в руке ряд плюс есть разные подвиды у данной модели с различными вариантами травлений разными рукоятями либо можно еще варьировать толщину обуха вот это например вариант исполнения мини-мачки самым толстым обухом из того что у нас сейчас есть 7 миллиметров и при этом таким же тонким сведением с учетом опять же повторюсь кайдексных ножек под каждый нож делаем свои ножны очень удобно носить с собой можно смело носить вниз рукоять его на разгрузке на шее в кармане как угодно точно не выпадет надежно щелкает не болтается соответственно нужно обеспечивать именно комплекс нож нужно обеспечивают достаточно большое удобство на каждый день ну из такого прям максимально большого максимально функционального это у нас модель нашего увеличенного команданта в данном случае это вариант исполнения тоже с художественным управлением с нашим пином из меди в центре рукояти с насечкой камень причем по обуху тоже есть насечка с двух сторон вот такой нож которым в принципе можно сделать все по ходе в качестве использовать можно полевого кухонного ножа достаточно ухватистый удобный полноценный полнофункциональный ну вот и в промежутке между этими двумя скажем так не реальности у нас очень очень много разных вариантов исполнения вариации форм если есть возможность можно просто подснять стенды и как раз будет видно насколько даже быть разными зависит от задачи но опять же от того что конкретно нужно владельцу из совсем нестандартного как вариант могу показать вот такой мощный брутальный нож с хорошими упорами с художественным правлением с яркой такой рукояточкой с яркими пинами от рукояти и тоже в кайликсе можно так что даже такой все еще можно вполне носить с собой вообще расскажите то есть возможно быть некоторым интересно как вообще с чего начиналось пришли начинал это очень давно причем первую очередь начиналось того что сами пользуемся постоянно ножами любим эту тему начиналось конечно в первую очередь с интереса к сталин к термообработке этих стали с охотничьих ножей там с чемпионатов по резу каната и различные эти художественные варианты исполнения многообразие формы геометрии это пришло уже со временем потому что опять же у наших заказчиков наших постоянных друзей партнеров и покупатели наших изделий постоянно возникали какие-то новые задачи с этим хороша как раз работа под заказ что постоянно приходится работать чем-то новым поэтому и собственный интерес к ножам и как раз запрос от заказчиков вывелся к тому что у нас достаточно много получилось и моделей и вариантов исполнения этих моделей то есть в принципе в принципе начиналось все со стали из термички но затем многообразие форм и многообразие исполнений просто в процессе работы начинающим возможно кузнецам которые хотели бы начать что-то делать чтобы посоветовали ну раньше я то есть регулярно спрашивали да подобное раньше я отправлял на гонзу это вот форум за .ру там как раз был раздел да и сейчас в принципе здесь также продолжает развиваться раздел мастерской понятно что сейчас многие ушли на youtube многие ушли вконтакте в принципе информации очень много даже наверное слишком много даже с избытком то есть не можно там утонуть но информации более чем достаточно то есть главный интерес и пробовать именно начинать сразу пробовать руками не смотреть бесконечные там эти видео какие-то именно статьи или что-то в интернете а прям брать и начинать пробовать сделать что-то самому но многие вот начинают из-за цен то есть они смотрят что можно горнила все остальное закупать печи непосредственно то есть конкретно про кузницу вообще не подскажу потому что это немножко отдельно у нас в первую очередь вся термячка в лаборатории закалки у нас в первую очередь вся обработка это именно слесарная обработка стали то есть в принципе именно для того чтобы делать ножей кузни как таковая возможно и не нужно спасибо благодарю друзья мы находимся возле стенда варгон за это выставка клинок что можете интересно показать вот есть ножички наши делали изначально подарочный проект потому поэтому упаковали их красиво в деревянную коробочку с ложементом стали разные бывают у нас вот что еще сумки сделали совместно с ребятами из дяга их интересное отличие тем что в них есть карман специальный сумка называется невидимка сюда вы можете положить свой гаджет и ваше устройство не будет не принимать не давать радиосигналы никакие то есть вас не запилингуют не прослушают и вообще вы станете незаметным эфире панель под патчи также мы делаем наши с нашими логотипные футболочки пайты сегодня мы привезли вот такие ножички это абсолютно эксклюзивная модель тем что сталь для этих клинков мы взяли от трофейного бронетранспортера английского спартан знаменитый наш кузнец леонид васильев перековал детали от этого бронетранспортера в клинки ножей а А скажите, как вообще возникла идея именно ножи? Ножи? Да элементарно. Вот у меня родился лет 10 назад в гараже, грубо говоря, дизайн вот этого ножика. Познакомившись с каналом WarGonz и Семеном Пеговым, я предложил сделать их подарочный вариант от канала именно. Каким-то их друзьям, военнослужащим, именитым людям. Вот. И сделали вот такой подарочный ножик. Делаем мы их в России на заводе Саро. Это именно наш принцип был, чтобы это было именно российское производство. Как там подпалится? Да, получается. То есть вообще, получается, какие-то другие модели пока не планируются в ближайшем? Есть. Вот сегодня получил прототип. Наметочка более, так сказать, повседневный ножик. Уже он будет с клипсой, более тоненький, на кармашек, как всем надо. Как все любят. Это вообще прототип. Это первый раз он его где-то показывал. Это такая секретная информация. Для тех, кто посмотрит. Он только поднялся, что такое. Спасибо. Всего доброго. Кто шарит за Вархаммер, ставьте лайки. Бобер, курва. Я пердоли кибидла, Бобер. Привет. Мы зашли, естественно, в Фороском на выставке Клинок. Кстати, у них еще можно провести такие перчаточки. Я их брал в Питере, когда мы ездили к Джонни и общались с ним. Привет. А скажешь нам про какие-нибудь новиночки интересные? Вархаммер, что привезли же. Ну, новиночки мы не все сюда притащили. Но самые интересные штуки, конечно, не могу не показать. Мое любимое. Леса Джорджа, знаете? Делал для протага, еще для кучи всяких брендов. Вот его Лес Джордж Кастом. Кастомный нож от него 268 тысяч рублей всего-навсего. Это по скидке. Вальмара. Их было сделано в этом исполнении 10 штук. Конкретно заказаны под бренд Мария Сталина. Собственно, это двойной кастом, потому что они здесь еще тоже чуть доделали. И за кастомили его. И здесь изнутри можно будет между лайнерами. Только, не знаю, камера снимет, нет. Увидеть номер первый из 10. Поэтому вот это тотальный эксклюзив. Прикоснуться к великому. Что, ребята, как вам ножик по цене нашего боевого комплекта вместе с бронежелезом? Да, гладиатры почетно. А вот боевой комплект. Собственно, для самых дерзких бойцов. Выглядит кровожадно. И на самом-то деле, с какой-то стороны даже миленько. Два ножа комплектом продаются. Это эксклюзив. Сразу Hellhound и Warhound. Собственно, даже какая-то симметрия между ними есть. Так и хочется их соединить друг с другом. Вот режущая кромка будет у них с разных сторон. Тоже тут где-то 160 или около того. Ну, это фронталки. Вот именно в раскраске Zombie Tech. Это, собственно, Morpheon. Это Microtec. Это викидные непосредственно, да, получается? Викидной. Да, да, да. Это чисто натуральная автоматическая фронталка. Базовая модель называется UTX85. Но вот в таком вот исполнении. Это вот тотальный эксклюзив тоже. Ну, и самый, наверное, один из самых моих любимых из здесь присутствующих, Lamella. Особенно люблю смотреть на его осевой винт. Собственно, вообще никакого винта здесь нету. Ни с одной из сторон. Только вот разве что на шпеньках. Rike Knife – это единственные, наверное, китайцы, которым, собственно, Microtec доверил делать свои сокомы. Ну, ни с кем больше вот так вот они не коллабились. С соком Браво делали именно Rike Knife, потому что они могут делать настолько круто. Такую вот новиночку показали нам в Хорсфолме. Спасибо вам. Друзья, вот и заканчиваем мы наше похождение по выставке. Клинок. Решили напоследок зайти в такую интересную кузницу. Кузнец Василий. У нас самая большая кузница в Нижегородской области, я думаю, по ножам. Мы производим топоры, ламинированные стали, различные виды мозаичного дамаска, якутские ножи. Выполняем как бы изготавливаемые ножи, полностью готовые клинки. И имеем свой почерк, который отличаем от всех других производителей. Наши ножи можно узнать, как и по рукояти, которые имеют сложную форму. Они все очень сбалансированные ножи. И используются на клинке кованой стали, то есть ламинированная сталь, например, такая как Rex. CPM Rex A21 M398 в нержавеющем дамаске. Все ножи прекрасно режут и также могут дополнить любую коллекцию любого ножемана. Наверное, какие-то самые интересные модели привезли на выставку. Какие бы вы выделили на ваш взгляд? Ну вот, допустим, такая модель. Чем она интересна? Центральный слой CPM Rex A21 M398 Это порошковый монстр, металл, который имеет огромное содержание углерода 35%. Вольфрама, кобальта. Ну, все это выковано в дамаск в нержавеющий и через мукумэган. Если присмотреться, на кромке мы видим режущую часть из Rex A21 M398, мукумэган, нержавеющий дамаск. Необычная рукоять, то есть она и по форме необычна. И также материалы самые топовые. Это красный хаотичный карбон, медный хаотичный карбон. Все очень рукояти продуманные и имеют прекрасную посадку в руке. То есть они очень удобны. Имеют также свои индивидуальные ножны, в которые нож прекрасно фиксируется. Ну и все модели, наверное, они все как бы для своих целей. Интересный вот такой вот скиннер. Допустим, тоже CPM-Rex A21. Здесь, чем он интересен, то, что тщательно подобраны материалы. Здесь вот мы видим рукоять черная, да, гарда черная, следы ковки. Вот такой вот дамаск. И все сделано вот в едином цветовом вот решении. Ну, такие вот тоже ножны. Да, поможешь перфекциониста. Ну, про каждый нож можно разговаривать долго, рассказывать. То есть каждый нож индивидуален, интересен и, наверное, необычен. А мячи тоже вы сами делаете? Мячи, да, мы сделали несколько мячей. Редко делать это просто как бы зол в душе, что ли. Для разнообразия сделаем, делаем, делаем. Ножи, топоры и в какой-то момент надо чем-то переключиться. Для смены как бы обстановки, что ли, не знаю, что-то новое изготовить. Какой-то новый эксперимент, новый опыт. И мячи заняли первое место. То есть это меч и кинжал образца 16 века. Германские земли. Мы заняли на конкурсе с этими изделиями первое место на этой выставке. Спасибо. Было интересно. Друзья, на этом наш выпуск по выставке Клинок заканчивается. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok